Восприятие возраста в наше время существенно поменялось. Если сто лет назад 50-летний мужчина считался глубоким стариком, то сегодня этот джентльмен в самом расцвете лет у женщины тем более. Вот такая необычная тема нашего сегодняшнего разговора и об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните, доктор». Меня зовут Инесса Панченко. И сегодня у нас в гостях Мария Дмитриева, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте, Инесса. И команду доктора усиливает Александр Постников, директор комплексного центра обслуживания населения Самарского округа. Добрый день. Такой вот необычный состав сегодня за этим столом в этой студии. И на самом деле необычная тема. И сейчас вы будете, наверное, удивлены, узнав, о чем же мы хотим вам сегодня рассказать. Я начну с того, хотя Мария Степановна не очень хотела об этом говорить, но тем не менее она только что вернулась с 4-го Евразийского форума. И не просто вернулась она, а говорили они там на тему «Женщина за здоровое общество», правильно? Да. Пока еще я ничего не перепутала. Так вот, Мария Степановна прошла в финал и представила там проект, который получил очень живой отклик. Давайте вот все-таки расскажем, что это было. Спасибо, Инесса. Я хочу сразу сказать нашим телезрителям, что это совместный проект нашей больницы и, соответственно, Министерства здравоохранения. Это совместный проект вместе с Центром, комплексным Центром социального обслуживания городского округа Самара, в частности, Александр Постников принимал участие. Без него бы мы вообще не справились. Наш проект поддерживает Самарская областная федерация бокса. Он носит название «Комплексное профилактическое сопровождение граждан старшего возраста». Этот проект, он состоит как бы из двух больших частей. Первая часть – это, так сказать, диагностика, теория, то есть лекционный курс для наших пожилых людей. И, скажем так, занятия, когнитивные тренинги, которые можно проводить, например, за письменным столом или в какой-то аудитории, сидя. А вторая часть… Что логично вроде бы для пожилых людей. А вторая часть – это, собственно говоря, спортивная составляющая. И вот спортивная составляющая, она действительно несколько необычная. И мы ее позиционировали не просто для всех, а для наиболее активной части пожилого населения. И это занятие, как бы это вот получше сказать, покорректней, занятие с элементами бокса. Потому что просто бокс – это, наверное, прозвучит очень сильно. Ну, действительно, очень, на мой взгляд, очень незаурядный такой проект. Потому что в основном, да, пожилые люди, вот эта вот активность – это, ну, скандинавская ходьба какие-то, да, там… Да, казалось бы, берите палки, идите. Казалось бы, да, идите палки, идите. Опять же-таки, да, понятно, что это под каким-то сопровождением определенного там тренера. А может быть, это какая-то адаптивная физическая культура, простая. А здесь с элементами бокса. Ну, я бы даже сказал с многочисленными элементами бокса, потому что… А я бы даже сказала бокс для серебряного возраста. То есть и в данной ситуации, и вот в данном проекте это очень необычно. Очень необычно. И я вот, Мария Степановна, уже об этом говорил, что я бы на сегодняшний день уже не называл это проектом. А это действительно практика, которая может использоваться, да, не только в нашем… в целом в регионе, но, возможно, и другими субъектами. Вот наши зрители, возможно, помнят, что мы встречались где-то приблизительно, наверное, полгода назад, да, Мария Степановна? Нет, ну, весной. Весной мы, по-моему, февраль, март, ну, больше, чем полгода. Да. И тогда мы говорили как раз-таки о боксе для пожилых. И я думаю, что… Ну, вот даже я, честно говоря, не могла побороть скептицизм. И прошло не так много времени, и это уже есть, это уже работает, и мы сейчас можем об этом говорить. И даже чуть позже покажем вам, потому что мы уже были на тренировке. Так вот, если все-таки не все наши зрители видели ту программу, то что случилось, почему вы вообще озадачились такой историей? Ну, да, хотелось бы тоже вот мне напомнить нашим телезрителям. Действительно, в нашем городе в январе месяце было проведено большое соревнование по боксу, куда съехались лучшие боксеры Российской Федерации. И я побывала на этом мероприятии. Стала изучать, смотреть, читать про бокс. И увидела, что уже в 2017 году в Санкт-Петербурге уже действует такой клуб «Бокс для лиц серебряного возраста». Я тоже открыла, почитала, посмотрела, какие тренера с ними занимаются, да, и, понимаете, всегда очень, ну, не хочется открывать какую-то Америку или с какими-то идеями выступать непонятными, да, и вот. А здесь с 2017 года это существует, ну, в таком прославленном городе, как Санкт-Петербург. Это поддерживается, нареканий никаких нет. Я подумала, почему бы нам здесь не воспользоваться, да? Да, значит, есть потребность в этом. И почему бы, да, не попробовать вообще эту активность применять уже на… с нашими земляками? Да. Был определенное такое вот волнение. Почему? Потому что, ну, с Александром Евгеньевичем мы сотрудничаем, я не сомневалась в его поддержке. Вот. А было волнение с точки зрения именно Самарской областной федерации бокса, и очень я волновалась, когда к нам пришел Шишов Василий Александрович, чемпион мира, он трехкратный чемпион Европы, он пятикратный чемпион Советского Союза. И думаю, как он воспримет вот такую вот идею. И как он воспринял. Он, значит, и как он вообще увидев, увидев вот наших пожилых людей, а основной пул – это все же женщины, я очень волновалась. Но, честно говоря, я думаю, что и он, в общем-то, немножко не ожидал такую аудиторию, но когда у нас начался разговор, да, диалог, представили то, что мы хотели, и он увидел, и я увидел вот этот вот живой отклик этих пожилых людей, этих активных пожилых людей, да, я бы сказала. Он зарядил энергию их, и вот реакция, конечно, была для нас, ну, для всех достаточно удивительной, что пожилой человек, там, говорит о том, что «а я хочу». То есть, кто хочет, и вот они все, все там, да, по-моему, если не ошибаюсь, там 12-13 человек у нас было, по-моему. Нет, там, Александр Евгеньевич, было 40. Да, было около 40 человек, то есть, и все 40 поднимают руки, говорят, мы хотим. Фантастика. Да, то есть, мы хотим. Это было аргументом, наверное, для Федерации бокса. Именно вот этот заряд энергии, и в первую очередь, то есть, и мы поняли вот здесь, в этот момент, что действительно вот это потребности есть. Они хотят двигаться, хотят развиваться и не останавливаться только на каких-то стандартных практиках, которые уже сейчас существуют. Ну, а если вот лично мой взгляд, когда Мария Степановна мне позвонила, это вот мои, скажем так, эмоции, да, она говорит, у меня есть очень крутой проект, приходите, мы сегодня обсудим. Я говорю, Мария Степановна, вот тут со временем надо срочно. Это было вот так, поэтому она зарядила нас всех, то есть, первая вот энергетика, это, конечно, шла от Марии Степановны. Она была заряжена вот этим всем, и когда мы обсуждали, действительно, такое в Самарском, в Самарской области такое. И вот, да, эта практика, она, я думаю, что она даст такой заряд новых каких-то активностей, нестандартных. Ну, надо сказать, что идея воплотилась, секция, или как это назвать, я не знаю. Ну, я называю это движение «Серебряный бокс». Движение «Серебряный бокс» действует уже, и мне кажется, сейчас самое время, давайте мы увидим этих людей для того, чтобы уже потом как-то вот продолжать разговор. С удовольствием. Движение – это жизнь. Люди серебряного возраста знают это, как никто другой. Надежда Ситникова, например, недавно открыла для себя тренировки с элементами бокса. До этого женщина никогда не занималась этим видом спорта, но благодаря проекту «Серебряный бокс» смогла познакомиться с боевым искусством. Это очень важно, очень нужно, и спасибо тем, кто все это организовал, кто нами занимается. Огромное спасибо. Мы себя чувствуем очень хорошо, у нас работают все мышцы, тело, это же важно для нашего организма. Раньше я как-то с опаской заходила в подъезд или во двор, то теперь у меня появилась уверенность, что я смогу за себя постоять. Совместный проект Самарской областной федерации бокса, Министерства здравоохранения и Министерства соцдемографии «Серебряный бокс» стартовал в Самаре в мае этого года. Активную поддержку проекту оказывает председатель Совета ветеранов Федерации бокса России Василий Шишов. Тренировки проходят под руководством заслуженного тренера России Виктора Ланцова. Мне с ними интересно. Они вот именно из Советского Союза, они еще из физкультуры Советского Союза, которые давали, они быстро адаптируются к упражнениям и выполняют их. Они вообще бокса не знали. Ну вот это им и интересно. Некоторые бабушки говорят, мы вообще вечером боялись на улицу выходить, а сейчас, говорит, мы осмелели. В планах организаторов проекта «Серебряный бокс» продолжать регулярные тренировки и представить проект в следующем году на форуме «Московское долголетие». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Мария Дмитриева, главный врач Самарской областной клинической и гериатрической больницы. И Александр Пусников, директор комплексного центра обслуживания населения Самарского округа. И мы говорим про движение «Серебряный бокс». И мы не только про него говорим, мы вот сейчас его увидели. Пока шел сюжет, я в наушник слышу, как взбодрилась режиссерская группа. Они там обсуждали. Я так понимаю, что, наверное, тоже собираются присоединиться к этому движению. Но на самом деле так захватывает. Нам мужчины нужны. Если им 60+, мы их ждем. Итак, вот я знаю, что особенно за рубежом бокс иногда даже прописывают пожилым людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но, тем не менее, вроде как-то чувствуется некая опасность. Как выстраивалась программа этих занятий? Она же все равно какая-то специальная именно для этой категории спортсменов, физкультурников. Ну, здесь я что могу сказать? Я обговорила с Виктором Александровичем Ланцовым. Он заслуженный тренер Российской Федерации. И он занимается... У него есть опыт и занятий с детьми, и занятий, естественно, с чемпионами мира. Он вырастил чемпиона мира. И я говорю, Виктор Александрович, как мы будем заниматься с людьми пожилого возраста? Что для них? Он мне сказал, будем, начнем, как с детьми. И вот первые тренировки, которые у нас проходили, они действительно такие ознакомительные. Он был ознакомительный не для наших участников, а Виктор Александрович смотрел, насколько способен человек, женщина, мужчина, как он передвигается, как он ходит, что он может. И в зависимости от этого он мне потом сказал, все, вот группа отличная, мы, говорит, начнем, а дальше мы посмотрим. Ну да, первичная диагностическая работа, да, то есть вот такая вот диагностика визуальная человека, который приходит на вот этот, такой уже, да, можно сказать, на такую активность, то есть понятно, что она проводится профессиональным тренером, который уже занимается, да, неоднократно. Но плюс ко всему прочему, здесь же нужно отметить, что данный проект, он совместный, да, и здесь здравоохранение включается, то есть есть, соответственно, специализированные врачи, которые, опять же, тоже диагностируют визуально, что может там человек, что не может. Более того, да, это люди, которые прошли с нашей стороны определенные активности именно в рамках социального обслуживания. То есть это и группа активного долголетия, и какая-то клубная работа, там, адаптивная физическая культура. То есть люди, которые хотят развиваться, поэтому они чувствуют в себе вот эту энергию, вот эти силы для того, чтобы, да, соответственно, уже двигаться дальше. Да, и это подготовленные люди, по сути дела, подготовленные люди, да, которые, вот еще раз, которые уже прошли скандинавскую ходьбу, которые прошли лечебную физкультуру, которые прошли, может быть, более, ну, не знаю, гольф, вот я знаю, там, эти. А и они понимают, что они готовы к боксу, то есть мы же вот по потребности, да, мы же никого не заставляли. Это раз. Во-вторых, конечно, я тоже очень волновалась в самом начале, да, и я фактически посещаю каждое занятие. Вот я только хотела сказать, что Мария Степановна, она не просто придумала все это, она надевает спортивную форму и тоже боксирует. То есть здесь вот те старшие, которые занимаются вот на этой активности, они могут быть спокойны, потому что с ними рядом главный врач. Не только главный врач, да, с нами вот там в сюжете просто не показано, но ходит также наш доктор, врач-терапевт. То есть под наблюдением. Да, ходила изначально тоже наша сотрудница, которая работница реанимации, то есть это как бы я не афишировала, но все было, в общем-то, под контролем. То есть три медика на пять-шесть человек всегда присутствуют в зале. Чего уж грехах таить, когда заходит речь о категории пожилых людей? Сразу у всех вот это то, чего мы все боимся, это потеря когнитивных способностей, различные заболевания, именно деменция, Альцгеймер, Паркинсон. Чем и вообще может ли именно бокс как-то способствовать профилактике когнитивных нарушений? Ну я бы сказала, что любая физическая нагрузка, да, понятно, что именно когда мы говорим о профилактике, она способствует уменьшению когнитива или ненаступлению вообще, да, ненаступлению, допустим, старческой деменции. То есть если мы начинаем занятия как можно раньше, да, а сейчас мы и говорим о том, что вот этот вот пожилой человек, который к нам приходит, он же не просто один, да, у него есть дети, у него есть внуки, у него есть племянники, в конце концов у него есть соседи среднего возраста, да, которым он рассказывает об этом. И одно из направлений, да, нашего проекта о том, чтобы именно средний возраст он вот видел, видел, что можно, начинал заниматься как можно раньше, да, активностями, активностями, ну, не обязательно боксом, если честно, да, то есть понятно, что мне бокс нравится, и надо этим заниматься, да, но, пожалуйста, так сказать, человек может любой активностью заняться. Самое главное заняться ей, вот, вот в чем смысл. Здесь хочу добавить, да, что будь это какая-то спортивная активность, будь это какая-то активность там, опять же таки, у нас есть различные сервисы для пожилых, граждан, вот именно активных пожилых, то есть это какие-то там и арт-студии, и это может быть хоровое пение, и социальный туризм, это все активность. И вот эта любая активность, а когда это в нескольких комплексах, она, соответственно, это дает движение тому, что вот все вот эти негативные факторы, они могут просто к человеку не прийти. Ну да, профилактика когнитивных нарушений, да, любая активность, неважно где она и какая она. Самое главное, чтобы мы понимали, что после, так сказать, пенсии, да, что у человека начинается вообще прекрасная жизнь, полная всяких... Жизнь только начинается. Почему называется? Серебряный возраст. Ну это прекрасная... Пора. Да, пора, когда человек выходит на пенсию, и он понимает о том, что у него есть определенные сервисы и есть куда стремиться, куда идти. То есть, если, вот вы знаете, если раньше ты там заходишь в больницу, большие вот эти очереди с нашими старшими, вот они что-то обсуждают. То сейчас это минимизировано тем путем, когда здравоохранение включает вот такие проекты, когда социальная сфера включает разнообразные активности для пожилых. И есть возможность пожилым развиваться. Потому что вот на сегодняшний день, допустим, в Самарском округе, опять же таки, вот мы сегодня увидели в сюжете, вот, да, старших. А это все волонтеры серебряного возраста. Они тоже проводят какую-то активность тем людям, которые вновь пришли. То есть, они тоже какие-то, возможно, какие-то активности передают этот опыт. У нас есть волонтеры, которые занимаются с подростковым возрастом. Учат их готовить, посещают какие-то театры. Нет, представляете, для подростков, когда наставник занимается боксом в таком возрасте, да? Да, да, то есть, понимаете, вот в данном проекте закрываются сразу просто несколько направлений. Несколько именно целевых направлений, в том числе и для нашего подрастающего поколения. Ну, а все-таки откройте секрет, когда вы впервые объявили вот о такой идее, как ее восприняли ваши подопечные? Ну, вы знаете, вот, когда мы начали мониторить, да, кому это предложить, соответственно, да, там собрали списки, посидели, подумали. Потому что, ну, бокс, да? Ну, так они это делают. Вот. И, соответственно, когда мы, ну, давайте, давайте с волонтеров самых активных начнем. Ну, какой бокс? Ну, о чем вы говорите? Ну, вот, ну, и тут, ну, ну, вы придите, ну, послушайте, ну, давайте все вместе подумаем вообще и вот посмотрим, может быть, понравится. Ой, одна, значит, у нас один волонтер говорит, а у меня сын занимался, я же его всегда водила, я пойду. И вот в результате они все собрались, такая, знаете, наверное, где-то минутка молчания, такая немая сцена, ну, то есть вот перед тем, как, да, взаимодействовать, волнение присутствует в зале. И оно как-то очень быстро развеялось, когда мы начали просто говорить о том нормальным, обычным языком, зачем, и что будет. И вот этот заряд энергии, заряд бодрости, о котором я уже говорил, соответственно, дал толчок тому, что пожилые действительно, да, у себя внутри появилась вот эта потребность, что я хочу еще больше, я хочу больше активности. И опять же таки, да, вот, Мария Степановна не сказала, один раз в неделю, да, проводится. Да, да. А опять же таки, это один раз в неделю в рамках этого проекта. Один раз в неделю они посещают какие-то еще различные там, да, в течение недели. И вот это все наполняется, это как раз к профилактике когнитивных. И вот это как раз, да, это все наполняется именно пожилым человеком. А так можно сказать о том, что, да, первая, конечно, реакция была... Неожиданность. Неожиданность, да. То есть, ну, я говорю, незаурядная. Незаурядная активность, которая, да, в большей степени направлена для молодых, для более таких активных, скажем так, людей, да, именно физического, а не вот именно для старшего. Мария Степановна, я так понимаю, что вы собираетесь освободить как можно больше коек в больнице, да, отправив всех заниматься спортом. Ну, президент же поставил перед нами задачу к 2030 году, чтобы средняя продолжительность жизни была 78 лет. А с 2025 года стартует новый национальный проект «Активная и продолжительная жизнь». И, собственно говоря, этот проект нацелен на то, чтобы человек как можно дольше, да, то есть вот сейчас мы, я покажу, имеем вот такую вот кривую, да, то есть сначала до 30 лет подъем, и потом медленный спад, так сказать, ну, допустим, к 78 лет. То этот проект предполагает, что будет подъем 30, потом еще маленький подъем 35, дальше плато, вот человек сохраняет эту активную жизнь. Ну, дальше уже, собственно говоря, хронические заболевания, но как можно дольше отсрочить появление хронических заболеваний, как можно дольше продлить человеку жизнь, чтобы она была качественной. Ну, не секрет ведь, что любые заболевания обостряются, когда у человека плохое настроение, нет желания особого жить, с депрессией и прочее. Когда он в позитиве, ну, что-то там заболело, ну, собственно, и ладно, да. Ну, вот вы сейчас, это такая пробная группа, это пилотный такой проект, но я прям убеждена, что он получит сейчас отклик, и потребуется расширение, вот какие ваши планы, как вы готовы к этому будете? Ну, как расширять? Я, конечно, очень четко вижу, значит, появление подобных клубов в городе Тольятти, в городе Сызрани, Чапаевск, Новокубежск, ну, по крайней мере, крупные города, да, если кто-то из района хочет нам примкнуть, то, ради бога, дальше вот эта вот группа, она между собой организовывает, ну, скажем так, соревнования, но бесконтактные. Да, да, потому что есть там определенные программы, да, как можно организовать соревнования, но без вот прямого контакта, да, дальше уже вот с этой наиболее активной группой, либо с победителями, да, наших соревнований, возможно, на какой-то форум Москва, Санкт-Петербург, в конце концов, два года у нас. В Тольятти проходил огромнейший форум, да, куда съезжались люди со всей России, и что только они там, какие только практики они не представляли. От шитья какого-то, вышивания поделок различных до мини-гольфа, да, до, ну, хорового пения, до прекрасные вот эти вот костюмы, я как сейчас помню. Ну, синхронные, нет, они, понимаете, вот мини-гольф, они привозили с собой вот эту площадку, площадку, и там, соответственно, они показывали, проводили мастер-классы, и любой пожилой человек мог попробовать себя. Ну, а почему бы не попробовать себя и в боксе тоже, потому что правильно встать в боксерскую стойку, правильно, значит, соблюсти положение тела, положение рук, это, знаете, ну, это тоже надо пробовать. Безусловно, ну, я имела в виду, что, наверное, ведь придется расширять вам количество групп и искать еще тренеров. Я думаю, что Самарская Федерация бокса, наверное, как-то, тоже мы без нее же никуда. Ну, я думаю, они тоже вдохновлены вот уже этими результатами. Я думаю, что да, здесь, потому что, то есть, за какое-то, вот, опять же таки, да, тут весна, у нас уже осень, тут какой-то очень маленький промежуток времени. Конечно. И эта практика очень хорошо прижилась, она востребована, и я думаю, что вот сейчас, да, уже сейчас есть определенная потребность наплыв людей, которые хотят в эти группы дальше продолжать, и вполне вероятно, да, что это будет, возможно, где-то увеличение количества дней в нескольких групп, да. Опять же таки, как правильно Мария Степановна озвучила, что, да, элементами, соответственно, в каких-то, да, более в наших, опять же таки, крупных городах нашего региона, то есть там тоже эту практику развивать. И я думаю, там тоже подключатся люди у нас на территории, да, Самарской области, 9 округов, комплексный центр, соответственно, там тоже есть и волонтеры, и там развито также активное долголетие, поэтому я думаю, здесь нет проблем. Я уверена, что это интересно и тем, кто будет заниматься, и это интересно вот даже, судя по вам, да, тем, кто это организует, кто работает с этими людьми. Ну что ж, во-первых, спасибо огромное за такой вот интересный разговор, и завершая сегодняшнюю программу, я хочу сделать вывод, что, особенно для тех людей, которые боятся старости, ее ведь можно отсрочить, то есть дать себе время, попривыкать к этой мысли, а пока тем временем позаниматься, в том числе и боксом. Ну что ж, удачи в вашем замечательном деле, и с нашими зрителями мы прощаемся ровно на неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!